Вот этот замок, да, здесь, ну, скажем, герцог живёт, да, влюбился вот в эту простушку, да, вот. И я задумала так, он, она к нему приходит, вот знак ему подаёт, да, а здесь, а он, да, и она посылает здесь, аиста хотела написать, что у нас будет ребёнок. Какие ещё персонажи появятся на этой картине, автор пока не знает. Возможно, белый конь или стая маленьких лебедей. Куда фантазия заведёт? Хотя ещё несколько лет назад Тамара Васильевна и представить себе не могла, что однажды возьмёт в руки кисть и краски. Хотя в школе ей очень нравилось рисовать. Я в детстве хотела быть врачом. Вот две. Врач, а потом уже я художницей была, больше никем. Но всё получилось не так. В суровые послевоенные годы и речи быть не могло о творческой карьере. Профессию Тамара выбрала очень земную и всю жизнь проработала экономистом. Вместе с мужем трудились на Крайнем Севере. А в 73 года получила на день рождения неожиданный подарок от дочери – уроки по рисованию. Необычную идею подсказал один эпизод из прошлого. Я помню очень чётко сюжет из моей памяти, из моей детской памяти, когда мама нарисовала зайца, значит, и посвятила этого бегущего зайца нашему папе. Причём зайц был настолько красиво нарисован, это была полностью вот иллюстрация тех наших самых советских красивых детских книжек. Мастер-класса по рисованию пенсионерке оказалось мало, и она сама начала учиться смешивать краски и искать свою технику. Дочь взяла на себя расходы, а мужу досталась не менее ответственная обязанность. Я её вдохновитель, то есть я её тоже самое. Вот дочка дала ей возможность, а я ей обеспечу и здесь возможности. Здесь возможность обеспечу, чтобы она сидела и отвлекалась от бренной жизни и от болезни, от сил. Кстати, все рамки к картинам, а их несколько десятков, сделаны руками Николая Николаевича. Он же подбадривает жену, если у неё что-то не получается. А я говорю, да подожди, ведь художники бывали всю жизнь мучились над одной картиной. Всю жизнь. А потом, и никто не признавал, а потом вдруг он великий оказался. Вот и ты можешь. Вполне. Вот только Тамара Васильевна считает, что называть себя художником не имеет права. О мировом признании в свои 79 тоже не мечтает. Но одна мечта всё-таки сбылась. Недавно в Тюмени открылась её первая персональная выставка.